Изобразительное искусство – одно из самых древних искусств в мире. Еще сто лет назад орудиями труда художника были кисточки, холсты и краски. Современные мастера рисуют песком и руками на теле человека, столах и стенах. О новых видах творчества смотрите в нашем следующем сюжете. Смотри, молодежный форум. У каждой девочки найдется всякие разные шнуры, коробки, телефоны. Ужас просто какой-то. Эти незамысловатые предметы Ольга превращает в произведения искусства. Девушка создает художественные костюмы для праздников, помогает перевоплотиться в девушку-вселенную или сумасшедшего ученого. На голову платок, небольшой начес, какие-то кудряшки. Собственно, образ и получился. Но главное увлечение Оли – живопись. Девушка пишет картины красками и профессионально занимается боди-артом. Что-то нарисовал какой-то цветочек на щеке у подруги, потом вторая подтянулась подруга. О, нарисуй мне тоже. Потом там что-то себе на руки нарисовала. Мальчишки подумали, а ну что с татуировкой ходишь? Гипоаллергенные краски на водной основе, мягкая кисточка и полет фантазии. Вот инструменты мастера боди-арта. Изображение держится до 12 часов, смывается легко и не оставляет следов на одежде. Рисование на теле занимает от двух минут до нескольких часов, в зависимости от сложности и цветовой гаммы рисунка. Все это время модель должна сидеть неподвижно, ощущая свое тело предметом искусства. Цветок Ольга нарисовала всего за полчаса. Говорит, что от процесса всегда получает радость. Цвет в жизни. Какие-то вот краски, эмоции дополнительные. Раскрыть себя как творческая личность. В голове у художницы миллион идей. Она постоянно фантазирует и воплощает свои замыслы в жизнь. Какой образ будет следующим, пока не знает и сама Ольга. А это уличные художники. Райтеры. Они рисуют на стенах. Граффити настолько развито в Красноярске, что этому искусству стали учить. Ян или Янке. Известный в городе райтер. Победитель многочисленных конкурсов в номинации граффити и основатель собственной школы. Человек попадает в эту струю, он даже не задумывается. И с возрастом только начинаются вопросы какие-то, зачем, почему. Сначала человек приходит в уличное искусство, чтобы рассказать о себе миру, выделиться из толпы. Не случайно, прежде всего, мастера граффити выбирают себе ник и учатся писать его разными стилями. Потом... Перерастает в получение известности. Вот в граффити есть такое понятие, как fame, известность. То есть ты рисуешь, чем больше рисуешь, тем больше тебя узнают. Баллончиками на стенах ребята рисуют только раз в месяц. Все остальное время оттачивают мастерство на бумаге, фломастерами. Совершенствоваться в искусстве граффити можно бесконечно. Сейчас баллончиком можно рисовать хоть Монолизу, хоть портрет, хоть черный квадрат Малиевич. Слова граффити воспринимаются как единое целое. Например, вот в этом замысловатом узоре зашифровано имя одного из учеников. Только четыре буквы. Скиф Ян уверен, что точное чтение граффити не обязательно. Очень многим кажется, что здесь какие-то вертолеты, роботы могут оказаться. Ну то есть подойдет 20 человек, и у всех 20 людей будет разное восприятие. То есть все скажут, что это насекомое нарисовано, другое скажет, что это паролоз какой-то. Когда какая тема? Когда свободная тема, мы, например, рисуем персонажа со шрифтом. Простота приветствуется. Главное, чтобы все было выполнено со вкусом. Ничего лишнего. Проверено на себе. Рисовать в стиле граффити несложно. Главное, плавно вести фломастер. Чем руки выше, тем фон у вас будет равномерно засыпаться. А этот вид рисования – прекрасный способ расслабиться после трудного рабочего дня. Вместо красок – песок. Вместо холста – стол с подсветкой. Картина создается руками. Поставим ладонь на ребро. Все пальцы зажимаем в кладку на мизинца. И сейчас мизинец у вас снимает в палец, и вы расчищаете круг. Все, что показывает художник-педагог, отражается на экране. При этом такое ощущение расслабленности, будто лежишь на пляже. Атмосфера располагает. Приглушенный свет и музыка. Конечно, картины из песка получаются не сразу. Начинают пальцами активно двигать, и начинают все это вот так вот располосовываться, располосовываться. Почему у меня ничего не получается? В этом искусстве главное – спокойствие, терпение и кропотливость. Готовые рисунки фотографируют. И после курса занятий получаются вот такие картины. Екатерина рисует на песке около года, но до сих пор помнит свое ощущение на первом занятии. Это было какое-то волшебство, такое состояние безмятежности, уединения, такого покоя. Заниматься песочной живописью можно с двух лет. Художники помогут освоить технику, а к концу трехмесячного курса смонтируют ролик из фотографий ваших песочных шедевров. Такое необычное видео предпочитают дарить любимым людям. Стремление создавать фантазии и терпение – это залог успеха современного художника, ведь искусство 21 века не знает границ.